Я вас категорически приветствую. Наш атомный флот – предмет нашей особой гордости. Россия – единственная страна в мире, обладающая гражданским атомным флотом. Размах и величие инженерной мысли в таких великих кораблях, как ледоколы «Ленин», «Арктика», «Атомоход», «Севморпуть» и многих-многих других натурально поражают. Советские инженеры смогли укротить ядерную энергию и направить ее не только на военные нужды, но и в мирное русло. Сегодня, как ты, наверное, уже догадался, речь пойдет об атомных ледоколах. Однако, прежде чем рассказать о них, немножко скажем о процессе освоения наших северных просторов и про историю строительства ледоколов. Покорители нашего севера известны не меньше, чем космонавты. Седов, Челюскин, Папанин. В каком-то смысле север оказался для покорения сложнее, чем космос. Первый надводный корабль добрался до Северного полюса лишь через 16 лет после полета Гагарина в 1977 году. У России даже среди арктических государств положение особое. Около 18% нашей территории находится в арктической зоне за полярным кругом. Примерно 40% всего населения Арктики живет в России. Поэтому, кроме научных исследований, для нашей страны важна экономическая составляющая освоения Арктики. Освоение этих территорий практически невозможно без судоходства по Северным морям. Баренцеву, Белому, Карскому, Морю Лаптевых и другим. Развитие и использование Северного морского пути с царских времен и до наших дней прошло несколько этапов и включало в себя, как строительство и развитие портов, ресурсных баз и месторождений, строительство военных баз и строительство ледоколов. Первый в мире мощный ледокол арктического класса был построен в 1899 году в Англии по заказу России. Инициатором идеи и главой Императорской комиссии по разработке технических условий был вице-адмирал Степан Макаров. Интересный факт. Некоторым техническим усовершенствованием, ну и в продвижении данного проекта по инстанциям помогал химик Дмитрий Менделеев. Передача заказа иностранной верфи была обоснована нежеланием дополнительно загружать верфи отечественные, которые были заняты строительством военных кораблей. Новенький ледокол назвали «Ермак» в честь знаменитого покорителя и исследователя Сибири. Первую же навигацию «Ермак» спас на Балтике затертые во льдах корабли. Зимой 1899 года во время метели у острова Гоглан сел на мель новейший броненосец генерал-адмирал Апраксин. Если бы не «Ермак», броненосец стоимостью в 4,5 миллиона рублей получил бы существенные повреждения. Позже ледокол неоднократно спасал самые разнообразные суда. Регулярно обеспечивал зимнюю проводку судов к Санкт-Петербургу. Так что, затраченные на него полтора миллиона царских рублей, ну, это несколько миллиардов рублей современных, отбились достаточно быстро. «Ермак» поучаствовал в Первой мировой войне. Проводил корабли и суда по Финскому заливу. В феврале 1918 года, когда германские войска подошли к Ревелю, это нынче Таллин, ледокол вывел из портов все способные двигаться корабли и привел их тогда еще российский Гельсингфорс, это нынче Хельсинки. А после признания большевиками независимости Финляндии «Ермак» провел из Гельсингфорса в Кронштадт 211 кораблей, в том числе боевое ядро Балтийского флота. В начале Великой Отечественной «Ермака» снова мобилизовали. В ходе войны ледокол участвовал в эвакуации гарнизона полуострова Ханко и с островов Финского залива. Выводил на боевые позиции корабли и подводные лодки. Дедушка ледокольного флота России прослужил до 1963 года. Переход к новому типу энергетической установки на ледоколах случился во время войны. Технологический переход заключался в уходе от угля и мазута для котлов, вырабатывавших пар, который приводил в действие паровые машины. Вместо этого электрический ток теперь вырабатывали дизель-генераторы. Ну, а винты ледокола вращали электродвигатели. Электрический привод позволил уйти от механической связи силовой установки и винтов. Что давало больше свободы в компоновке машинного отделения. Первый собственный дизель-электрический ледокол появился в СССР даже на несколько месяцев позже, чем атомоход «Ленин». В 1960 году. Это был ледокол «Москва». Проект ледокола был советский. Но все пять судов в Сирии. Там еще Владивосток, Киев, Ленинград и Мурманск. С 1960 по 1969 построили в Финляндии. По тактико-техническим характеристикам ледокол «Москва» превосходил самый мощный на тот момент американский дизель-электрический ледокол «Глейсер», построенный на пять лет раньше. 1946 – первый год после победы. Год непростой и особенно сложный для советских физиков-ядерщиков. Секретная лаборатория номер два, ныне это Курчатовский институт, днем и ночью трудилась над созданием советской ядерной бомбы. Решение данной задачи требовало сосредоточения всех сил и ресурсов. Однако руководитель проекта Игорь Васильевич Курчатов уже тогда понимал – атомную энергию можно и нужно использовать и в мирных целях. Пока капитализм в лице США ядерными бомбами стирал с лица земли мирные города, социализм в лице Советского Союза и его ученых думал, как применить невероятную ядерную мощь не только в военном деле, но и для гражданских целей. На то, чтобы убедить правительство и осуществить подготовительные теоретические изыскания понадобилось шесть лет. Когда в июле 1952 года Курчатов навестил в больнице своего соратника Анатолия Петровича Александрова, он принес хорошие новости. Анатолиус, помните, вы хотели разрабатывать подводную лодку с атомным двигателем. Теперь нам разрешили. Выздоравливайте скорей. Беритесь за это дело, сказал Курчатов. Сложность состояла в том, что на тот момент ученые даже не представляли, какой тип ядерной энергетической установки сгодится для подлодки. Было понятно, что агрегат должен быть компактным, безопасным для экипажа и при этом должен обеспечивать возможность длительной автономной работы. В общем, с понимания этого и началась работа. Результатом стала первая атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». А символом освоения просторов севера и достижений советского кораблестроения в области строительства ледоколов стал атомный ледокол «Ленин». Ледокол «Ленин» – первое в истории гражданское судно с ядерной энергетической установкой. Его достижения и рекорды со времени ввода в строй и вплоть до появления новых отечественных атомоходов гражданского назначения являются уникальными, а некоторые не превзойдены до сих пор. На сегодняшний день атомоход «Ленин» – единственный ледокол, на котором произведена замена одной ядерной энергетической установки на другую. Сразу после сдачи в эксплуатацию первых атомных судов, ученые принялись совершенствовать технологии. В первую очередь надо было повысить надежность парогенераторов и увеличить энергетический запас реакторов. Морскую тематику в Курчатовском институте вывели в отдельное подразделение. Появилась экспериментальная база, где проводились испытания тепловыделяющих элементов, конструкционных материалов и теплоносителей. Не менее важными направлениями работы стали обучение личного состава, управлению корабельными ядерными установками и создание тренажерных комплексов, а также радиационно-экологические исследования и ведение базы данных по состоянию всех действующих активных зон. Без курчатовцев не обходился ни один физический пуск морского реактора и ни одна проблема. Специалисты института участвовали во всех расследованиях аварий на атомоходах. И по-прежнему основные предложения по разработке новых проектов для флота исходили от основателя атомного флота Анатолия Петровича Александрова. Важнейшей задачей того времени было расширение периода навигации на Северном морском пути. До 60-х годов он длился с июля по сентябрь, иногда до октября. Ввод в эксплуатацию первого в мире атомного ледокола «Ленин» позволил существенно продлить срок навигации. На долю Ленина и его экипажа выпало начать первую продленную навигацию на главной трассе Севморпути «Мурманск-Дудинка-Мурманск» в 1970 году. Через полгода атомоход осуществил совместно с ледоколом «Владивосток» сверхранний высокоширотный переход по Северному морскому пути до порта «Певек». На счету экипажа Ленина и первый ямальский экспериментальный рейс к мысу Харасавей в 1976 году, куда атомоход провел дизель-электроход Павел Пономарев, который доставил грузы для газодобытчиков. Ленин первым из атомных ледоколов достиг годового рубежа непрерывной эксплуатации. 10 апреля 1974 года он был удостоен высшей награды Родины – Ордена Ленина. Атомный ледокол стал настоящей кузницей кадров для всего атомного флота. Только за первые 20 лет эксплуатации на судне прошло подготовку 1327 человек. Впоследствии они работали на других атомоходах и в береговых структурах атомного флота. Эти люди продолжали и достойно развивали лучшие традиции нашего атомного ледокольного флота, заложенные на первом атомоходе. Имена выдающихся командиров – капитанов Павла Акимовича Пономарева, Бориса Макарыча Соколова, главного механика Александра Калиновича Следзюка – навечно вписаны в историю освоения Арктики. Атомный ледокол «Ленин» стал и первым отечественным судном-памятником с ядерно-энергетической установкой. В настоящее время пришвартован у морского вокзала города-героя «Мурманск». 13 января 2016 года в Минюсте России зарегистрирован приказ министра культуры Владимира Мединского о включении выявленного объекта культурного наследия «Атомный ледокол Ленин» в единый государственный реестр памятников культурного наследия федерального значения. Атомный ледокол «Севморпуть», в отличие от ледокола «Ленин», не является чистым представителем вида. Это ледокольно-транспортное судно, предназначенное для доставки грузов в отдаленные северные районы. Корабль может преодолевать льды толщиной до одного метра. «Севморпуть» – крупнейшее из четырех когда-либо построенных невоенных судов с ядерно-энергетической установкой. Ледокол «Арктика» – первый в мире надводный корабль, достигший Северного полюса. Произошло это 17 августа 1977 года. Поход «Арктики» стал настоящей сенсацией и позволил еще более расширить период навигации в Северном ледовитом океане по кратчайшим маршрутам. «Арктику» построили на Балтийском заводе и спустили на воду в конце 1972 года. Это был крупнейший ледокол своего времени. 148 метров в длину, 30 метров в ширину. Высота борта – 17 метров. Осадка – 11 метров. Водоизмещение – 23 тысячи тонн. Мощность турбин – 75 тысяч лошадиных сил. «Арктика» с легкостью ломала лед толщиной в 5 метров и развивала скорость до 18 узлов в чистой воде. Корпус ледокола изготовили из прочной легированной стали. По бокам усилили специальным ледовым поясом. На корабле было четыре палубы, две платформы и надстройка-площадка для посадки вертолета. На корабле было размещено 86 датчиков радиации. Походы «Арктики» заслуживают отдельного цикла выпусков. Ледокол несколько раз оказывался скован льдами. Как вспоминал капитан «Арктики» Кучиев, с отдельными скоплениями многолетнего льда, его команда встречалась и в предыдущих походах. Но преодолевать ледяные поля толщиной в несколько метров пришлось впервые. Особо крупные ледовые преграды он старался обходить, используя данные ледовой разведки. Атомоход продвигался вперед размеренными ударами. Взад, вперед, взад, вперед. Старпом Лохимов вспоминал. До 86 градуса обстановка была более-менее нормальная. Метровый двухметровый лед. А с 86 пошли поля канадского многолетнего льда. Толщина 3-4 метра. Несколько раз мы заклинивались во льдах. Один раз сидели в заклинке четыре часа. Не помогали ни креновая, ни дифферентная система. Едва выскочили из одной, попали в другую, в третью. А всего было четыре серьезных заклинки. Но все-таки мы прорвались. Достижение ледокола Марктика Северного полюса назвали торжеством технической мощи и совершенства советского кораблестроения и морского флота. С этим невозможно спорить. Наши ледоколы активно строились на легендарном Балтийском заводе. Два ледокола Таймыр и Вайгач построили в Финляндии. Но до ума их доводили все равно на Балтийском. Именно там сошли со стапелей знаменитый атомный крейсер Петр Великий, не имеющий в мире аналогов. Атомный ледокол Арктика, первым достигший Северного полюса. Флагман Советской службы космических исследований. Научно-исследовательское судно космонавта Юрия Гагарина и многие другие. В целом на Балтийском построено около 600 различных кораблей и судов. А сейчас там строят сразу три суперсовременных ледокола нового поколения. С 50-х до 2000-х годов построено 270 объектов с ядерными энергетическими установками для военно-морского флота и 10 судов для гражданского флота. Эволюция корабельных реакторов продолжается и сегодня. Развитие атомного флота – одна из ключевых задач для нашей страны. В значительной степени это связано с освоением арктических территорий. Эксперты прогнозируют к 2030 году грузопоток на Северном морском пути более чем в 70 миллионов тонн. Самыми передовыми и современными судами из тех, что строятся и спускаются на воду в России, называют ледоколы проекта 22220. Всего их пять. Арктика, Сибирь, Урал, Якутия и Чукотка. Это самые мощные в мире атомные ледоколы. Головное судно Арктика сдано в октябре 2020-го. Второй серийный ледокол Сибирь в конце 2021-го. Урал только-только вошел в строй. Важно отметить, что Урал уже укомплектован российским оборудованием и на 90% состоит из российских же материалов. Сейчас наш атомный ледокольный флот насчитывает семь судов. Кроме проекта 22220 работают ледоколы Ямал, «Пятьдесят лет победы», Таймыр и Вайгач. Все они неустанно обеспечивают безопасность мореплавания и стабильную навигацию по Северному морскому пути. Отрадно видеть, что вот это наследие предков мы не распилили и не распродали в 90-е. Отрадно, что нашлись у нас люди, которые все это сохранили и даже приумножают трудами наших инженеров и рабочих. А на сегодня все.